Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Геометрия 10 и 11 класса. Это насян задание 415. Компланарны ли векторы? В пункте А нам даны такие векторы. Вектор А с координатами минус 3, минус 3 и 0. Нам также дан вектор И и вектор G. И нам нужно выяснить, компланарны ли векторы. Давайте запишем координаты вектора И. Вектор И – это координатный вектор. Он имеет единичную длину и направлен вдоль оси х. Его координата х равна 1, у 0, з 0. А вектор G – это тоже координатный вектор, тоже единичный вектор. Он направлен вдоль оси у. Его координаты у равны 1, х и з равны 0. Ну, векторы комплонарны, если они лежат в одной плоскости. Или, для того, чтобы ответить на данный вопрос, комплонарны ли вот эти три вектора, мы воспользуемся признаком комплонарности векторов. Если вектор А можно представить в виде разложения по векторам И и G, ну, то есть вот так, х, какое-то число х, умноженное на вектор И, плюс какое-то число у, умноженное на вектор G, если возможно выполнить такое равенство, записать, то тогда это будет обозначать, что векторы А, И и G комплонарны. Ну, учитывая координаты вот этих данных векторов, мы можем данные равенства записать в виде трех равенств, а именно координата х вектора А минус 3 равна х умножить на координату х вектора И плюс у умножить на координату х вектора G, это 0. Ну, и все. Теперь координата у, это минус 3, координата у вектора А равна точно так же х умножить на координату у вектора И, плюс у умножить на координату, на вторую координату вектора G, ну, и 0 равен тоже х умножить на 0 и плюс у умножить на 0. И вот нам нужно найти решение этой системы. Ну, три уравнения, конечно. Последнее уравнение, ну, какими бы ни были числа х и у, последнее равенство будет выполняться всегда. Слева 0, справа 0. Второе, значит, первое и второе, давайте преобразуем их. Итак, минус 3 равно х плюс 0, так, и минус 3 равно 0 плюс у. Таким образом, получается, что х равно минус 3, у равно минус 3, такое решение системы. То есть мы можем записать вектор А, давайте здесь его и напишем. Вектор А можно представить как минус 3 умножить на вектор И, минус 3 умножить на вектор G, а значит отсюда по признаку комплонарности векторы А, И и G комплонарны. Пункт В. В пункте В нам дан вектор В с координатами 2, 0, минус 3 и те же векторы И и G. Значит, мы переписываем их координаты 1, 0, 0. И вектор G имеет координаты 0, 1, 0. Итак, мы пробуем записать вектор В вектор В в виде разложения по векторам И и G. То есть найти такие числа Х и У, чтобы выполнялось вот такое равенство. Запишем тогда систему из трех равенств. Первое равенство. Значит, берем координату Х в вектора В. Это 2 равно Х умножить на 1 и плюс У умножить на 0. Это мы по координате Х записали. Координата У у вектора В это 0. Должна быть равна Х умножить на 0 и плюс У умножить на 1. И по координате Z минус 3 должно быть равно Х умножить на 0 и плюс У умножить на 0. Но сразу же даже не рассматривая первое и второе равенство, мы увидим, что третье равенство не выполняется никогда, потому что минус 3 слева, а справа – это 0 при любых Х и У. Это непрогневерное равенство. Следовательно, такая система решений не имеет, нет решения. А следовательно, невозможно представить вектор В в виде разложения по векторам И и G. И тогда мы можем сделать вывод, что векторы В, И и вектор G некомпланарны. В пункте В мы имеем вектор С с координатами 1, 0, минус 2. И координатный вектор И, сразу запишем его координаты, 1, 0, 0. И вектор К – это тоже третий координатный вектор. Он направлен вдоль оси Апликат вдоль оси Z. Его координата Z равна 1, а абсцесса и ордината его равна 0. То же самое здесь. Мы пытаемся записать вектор С в виде разложения по векторам И и К. Плюс У умножить на вектор К. Запишем тогда равенство. Три равенства запишем. По координате Х координата Х вектора С должна быть равна Х умножить на координату Х вектора И плюс У умножить на координату Х вектора К, 0. Дальше. Следующая координата У должна быть равна Х умножить на 0 плюс У умножить на 0. И третье равенство координата z – это минус 2 равно х умножить на 0 и плюс у умножить на координату z вектора k на единичку. Так, ну второе равенство – это 0 равно 0, значит, мы его сразу исключаем из рассмотрения. Оно верно всегда. Наша система тогда приобретает такой вид. Единица равна х, так, у на 0, 0 и 0 равно, ну второе равенство 0 равно 0, давайте перепишем уже его. И третье равенство минус 2 равно 0 плюс у. Отсюда х равно единице, у равно минус 2, то есть вектор c мы можем представить как вот такую алгебраическую сумму, значит, вектор и умножить на 1, просто вектор и, и минус 2 вектора k. Ну а это обозначает, что векторы c, и, и вектор k комплонарны. Комплонарны. g. Вектор d с координатами 1, минус 1, 2. и вектор e, минус 2, 0, 1. И еще вектор f. 5, минус 1 и 0. То же самое здесь мы сделаем. Попробуем вектор d представить в виде разложения по векторам e и y умножить на вектор f. Запишем три равенства. Координата х вектора d равна 1, она должна быть равна х умножить на минус 2 координата х вектора e и плюс у умножить на 5. Теперь по координате y, минус 1, должно быть равно х умножить на 0 плюс у умножить на минус 1. И третье равенство 2 должна быть равна х умножить на 1 плюс у умножить на 0. Нам нужно найти решение такой системы. Давайте преобразуем все эти равенства. Первое равенство 1 равна минус 2х плюс 5у. Второе равенство минус 1 равна минус у, х умножить на 0, 0. И второе равенство 2 равно х умножить на 0. Значит, мы получаем х равно 2, у равно 1. Подставляем в первое равенство, получаем минус 4 плюс 5. Оно выполняется, следовательно, это решение системы. Значит, мы можем вектор d представить в виде вот такого разложения 2 умножить на вектор e и плюс 1 умножить на вектор f, а это значит, что векторы d, e и f комплонарны. И последнее, d. Вектор m, 1, 0, 2. Вектор n, 1, 1, 1, минус 1 и вектор p. Ну, конечно, вначале нужно было бы посмотреть, может быть, у нас есть коллинеарные векторы. Если два из данных трех векторов окажутся коллинеарными, то на этом можно остановиться и уже сразу дать ответ о том, что три вектора комплонарны. Ну, коллинеарные векторы имеют пропорциональные координаты, а поскольку вот если мы так просмотрим бегло даже координаты этих векторов, они никак не пропорциональны, эти координаты, поэтому мы записываем вот такое уравнение и проверяем. Ну, вектор m, конечно. Вектор m. Можно ли вектор m представить в виде разложения по векторам n, n, и вектор p на вектор p. Это равенство мы записываем в виде трех равенств по каждой координате. Координата х вектора m единичка должна быть равна х умножить на координату х вектора n, плюс на у умножить на координату х вектора p. Так, теперь по координатам у. m – это 0, должно быть равно х умножить на 1, плюс у умножить на 2. Ну, и третья координата z должно быть равно х умножить на минус 1, плюс у умножить на 4. И вот теперь, если эта система имеет решение, тогда векторы компланарны. Первое уравнение. Единица равно х минус у. Второе. 0 равно х плюс 2 у. и третье. 2 равно минус х плюс 4 у. Возьмем второе. х равно минус 2 у. Подставим в первое. Получим. Так, получим единица равно минус 3 у. Минус 2 у и минус… А, нет, не так. Минус 2 у. Нет, все правильно. Минус 3 у. То есть у равно минус 1 третья. Так, тогда х будет равно… Ну, давайте уже здесь писать. х будет равно минус 2 умножить на минус 1 третья. Будет равно 2 третьих. Тогда подставляем все это в третье уравнение. Получаем 2 равно х минус минус 2 третьих плюс 4 на у. У с минусом получается 4 на минус 1 третью. Получаем минус 4 третьих и минус 2 третьих. Равенство наше не выполняется. Следовательно, векторы не компланарны. Запишем, что это векторы m, n и p, потому что невозможно. Найти такие коэффициенты х и у, чтобы выразить вектор m, представить в виде разложения по векторам n и p. И еще один пункт е. Здесь вектор q, 0, 5, 3. Вектор r с координатами 3, 3, 3. И вектор s с координатами 1, 1, 4. Как будто бы здесь нет коллинеарных векторов, нет векторов с пропорциональными координатами. Тогда запишем вот это соотношение. q равно x умножить на вектор r плюс y умножить на вектор s. И попытаемся найти эти коэффициенты разложения. Так, координата x, q равна 0. 0 должно быть равно x умножить на 3 координата вектора r плюс y умножить на 1 координата x вектора s. Теперь смотрим на координату y. 5 должно быть равно x умножить на 3 и плюс y умножить на 1. И координата 3 должна быть равна 3x умножить на 3 плюс y умножить на 4. Так, что у нас получается? Первое уравнение 0 равно 3x 3x плюс y. Второе 5 равно 3x плюс y. И третье равно 3 3x плюс 4y. Ну вот, глядя на первое и второе уравнение, они противоречат друг другу, потому что с одной стороны 3x плюс y равно 0, с другой стороны равно 5. Таких значений x и y нам не найти. Поэтому, поэтому такая система не имеет решения, нет решения. А следовательно, векторы q, r и s не компланарны. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях. Субтитры подогнал Игорь Негода. Продолжение следует...